Здравствуйте, друзья! Приветствую всех, кто любит готовить в Казане и не только. Сегодня мы будем готовить не в Казане, мы будем готовить в тандыре и печь настоящие узбекские лепешки. У нас на Ямале, как вы видите, наступило лето, очень много мошки. Давайте уже начнем и пойдем по нашим друзьям. Доброе утро! О, красненький! Салям алейкум! Салям алейкум! Я смотрю, ты уже тут, все у тебя в полном разгаре. Я вас ждал. Да? Спасибо. Я чуть-чуть задержался, потому что чуть-чуть проспал. Ну, чуть-чуть. Ничего страшного. Я знаю, что каждую ночь ты стряпаешь лепешки. Да. По ночам работаем. Давай я расскажу уже, и уже хочется окунуться в процесс. Тесто для вас оставили. А, то есть тесто мы месить не будем? Да. Месить не будем. Я по ночам сделал это, для вас это оставил. Будем извесить. Начнем. Как ты его делаешь? Из чего делаешь? Сколько? Какие пропорции? Знаешь, очень часто спрашивают, из чего и самое главное, как. Так, я знаю, что ты меряешь не в граммах, а мешками. Да. За один мешок добавляем один килограмм сахар, один килограмм соль, два килограмма это маргарин, это масло. А дрожжей сколько? Дрожжей, если это подолго будет стоять, это поменьше добавляем. То есть это дрожжевое тесто, которое ты вымесил уже на вот этой большой машине, да? Да. Вот на этой. А я уже будем с тобой заниматься уже непосредственно печенью. Ну-ка, я уже рассказываю, как это все происходит. Сначала нарезаем. Как? А это я закрываю, да? Ну, можно открыть и стоять. И по кругу сделаем у нас, называется так, плита. Называется. По-узбекски? Да, плита называет такое-то. По мне это колбаса как-то получилось. А, змея, 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 змея. Как колбаса. И будем повесить. Ну, я смотрю, у тебя прям это, четко 300. А, ровно 300 грамм. Дорогие друзья, он прям делает четко 300 грамм. Али, у тебя глаз... А давно готовишь ты, нет? Лепешки стляпаешь? Около 8-10 лет. Кто научил? Мой учитель Вов. У тебя учитель был отдельный? Слушай, а правда говорят, что в Узбекистане это передается от отца к сыну? Прям есть целые династии, которые стряпают лепешки. Есть такие тоже. Вот есть такие лепешки, они другим это не изучают. Такие, это Щерман называется лепешка. Они не изучают другие чужим. То есть они не рассказывают? Не рассказывают, у них секрет есть. Секрет. Я сам эту лепешку делаю, да? Не знаю, как делают это Щерманон. Щерманон. Слушай, надо ехать в Узбекистан и узнать рецепт этого Щерманона. Они тоже вряд ли показывают вам. Они свой этот секрет есть. Это не показывают. Может показывать это розовинникам. А другие это лепешки, которые пекарникам показывают. Сегодня, которые лепешки делаем, это семейные лепешки или это стандартные лепешки? Это стандартные. Хорошо, 300 грамм. Давай еще раз покажи мне, как ты это делаешь. Друзья, я сегодня, по-моему, буду очень мало работать и очень много смотреть. Смотри, раз. 30-20. Ровно 300 грамм. Ну, больше бы оставил бы. Можно же, нет? Можно я оторву хотя бы одну? Вот смотри, ты сделал, да? Давай теперь я сделаю. Я бы хотел этого. Да, смотри. Вот так ты рукой берешь. Да. Вот здесь зажимаешь, а это отрываешь. Да. Можно я так сделаю? Вот сколько? Пол килограмм. Как так полкилограмм? Да, поставьте. Вот полкилограмм думаешь? Да. Вот видите? Ничего себе глаз алмаз. Ладно, хорошо, я все равно 300 грамм сделаю. Друзья, я сделаю 300 грамм. А? Еще много. Что ж такое-то, а? Ну, давай вот так ты делаешь. Раз, отрывал, я видел. Вот 300 грамм сейчас будет. Ну-ка. Слушай, ну это будет длительный процесс. Давай. Ну, нет, я все-таки это сделаю. Я не могу. Я на стороны. Давай. Вот. 305. Ну, 5 грамм не туда, не сюда. Да, да. Так, а это тесто, то, что я отщипнул, его можно использоваться будет, да? Ну, примерно вот с этой руками. Вы это примерите, вот. А, ты по руке меряешь? Да. За один раз он не получает, два-три раза пробуйте, и получает. Опыт нужен из норовки. Он берет сразу четыре заготовки, две руки, и не получается. Как ты это сделал? Покажи мне. Вот. Хорошо. Вот эти взял, эти взял. Вот так. Да? Получилось. Несем растаиваться. Алис, скажи, пожалуйста, а у тебя дома есть тандыр? Есть. Правда, говорят, что тандыр, вначале строили тандыр, а потом вокруг него кухню делали. По историям я плохо знаю, не знаю, это по истории, как... Ну вот в каждом ауле же, как тандыр же, он же большой, семьи большие же в Узбекистане. Да, да. Это же сейчас у нас маленькие кухонки, там, поставил электроплиту, и все. А тандыр, это же был, и помимо очага, он же еще и согревал дом. Да. То есть, как бы это тепло. Да, да, да. Ты дома-то давно был? Дома? Уже год работаю. В прошлом году приехал здесь, прилетел здесь. То есть без отпуска? Нет, отпуска. Когда за год отпуска будет. Поедешь, меня пригласи. Я приеду, научу лепешки их стряпать. Хорошо. Давайте форма сделала я так, круглой. А, ты еще и переминаешь. Да. Вот так? Это у вас сразу получает, не знаю, я сам вот... Хорошо. Два-три года получил у меня. Подожди, если вот так вот сделать, вот так вот, да? Ты же ее складываешь туда, внутрь. Ага. И вот такая она получается. Ну, этот потом не совсем другой. Давай показывай, как надо. Вот. Смотрите. Ну, ты подкручиваешь. Да, подкручиваю. Надо внимательно смотреть сначала. А, потом вот здесь закатался угла. Знаешь, что говорит, Али? Ты говоришь? Есть три вещи, на которые человек может смотреть вечно. Да. Это как течет вода, горит огонь, как работает другой человек. Ага. Я буду раскатывать. Слушай, я понял принцип. То есть ты закатываешь, закатываешь, потом раз и сбоку прижимаешь. Сколько лепешек в день ты делаешь? Около пятьсот штук. Пятьсот штук? Да. Это очень много. Бывал, работал ими, вот, даже это полтора тысяч. А, ну это ты не один делал, наверное. Да, не один. Потому что помощник у тебя есть, наверное. Да, помощник у нас на такой время. Ребят, получается очень красиво. Действительно, это надо учиться. Смотрите, какая красота. Вот они были такие, а теперь у них вообще другие. Магия. Да. Практически это каждому дома делает лепешку. В каждом доме есть там дыр. Очень хочу все-таки сесть и посмотреть. У них вкусно это. Разный, разные. Вкусно очень вкуснее они у них делают. По историям Тимирлана ему подарили это самаркандский лепешку. Ну, Амир Тимур знает, да, Тимирлан? По кличке называется Тимирлан, да? Кличка. Розвище. Псевдоним. Да, да, да. По-русски псевдониму. Да, да. Тимирлан, знаем такого. Ему подарили это вот самаркандский лепешку. И он пробовал, покушал, и это своим работникам, пекарникам приказался, чтобы это привозить, такой лепешку. Чтобы они так же делали? Да, так же делали. И там это изучали, там самаркандские лепешки, там изучали, делали, приехали там, это где Тимурлан живет, там делали не такой получился. Не такой. И оттуда еще это не так получился. Где Тимурлан, это Самарканд, приказался это привозить тандыр, там лепешки, это мука, все что есть. Все, что было в Самарканде? Да. Он сказал, привезите и сделайте здесь мне тандыр. Те же ингредиенты, все такое же. Да, то же самое было, чтобы это у нас такое же. И опять не получилось. И опять не получился. И старого человека спрашивали, что так у нас не получает. Что мне это, другое дело им-то не получает. Да, почему не получает у нас. И он сказал, там это, у них погода другая, это, как это называется? Воздух другого, воздух другого, вода другая. Да, вода другая. Тысячи раз это привезете туда, не получает, как здесь. Ну, он говорил, старый человек. Али, я знаю продолжение, окончание другой этой истории. Такое. Тимирлан долго-долго мучился и думал, что его обманывают. Не хотели ему давать рецепт. Хотя была и вода, и воздух, и все. Старый человек говорит, тоже неправда. Они взяли и вывезли всех пекарей, которые были в Самарканде. Привез к себе, и все равно не получилось. Он их отпустил и сказал, все, я понял. И, ну, тем не менее, действительно, Самарканд, даже я здесь на Ямале знаю, славится своими лепешками. Свои погоды. А теперь и в Салихарде у нас есть лепешки узбекские. Вот, что меня радует. Друзья, ждем 15-30 минут далее, а потом будем раскатывать, да? Да, да. Хорошо, подождем. Прошло примерно 20 минут. Идем раскатывать, да? Да. Слушай, он правда мягенькое стало. С маслом намажем. Так, вот сюда кладу, да? Да. Куда выкладывать? Сюда. Так. Еще двое штуки. Еще две штуки несу. Есть маслом по маслам? Да, да, да. Так, теперь что делаешь? Начинаем потихоньку. Растягиваем. Да, растягиваем посередине. Поэтому она и получается такая. И в середине нажимайте чуть-чуть играть. Вот, вот, вот. Потом беру. Нет, нет, нет. Перед и задний стол. И растягиваем, да? Потом еще раз переворачиваем. И еще раз. Не так сильно. Не так сильно. Хорошо. Вот так потихоньку. Это будет татарский, не узбекский лепешки. Я тебе обещаю. А крепче? Крепкий сделал. И здесь еще одно, да? Угу. Так, потом беру вторую, делаю вот так. Посильнее. Надо ей посильнее. Ага. И последнее вот эту просто так, слегка. Беру, беру, беру. Так, я аккуратненько выкладываю, да? Вот, ее сразу видно, Джафаровская. Это настоящая мужская работа, не женская по веткам. Али, что ты хотел мне сказать? Здесь делаем, ну, лепешки, которые дома домашние делают. Али, они женщинам это по своим, по чуть-чуть делай. Немного, так немного, по чуть-чуть делай. Да, по чуть-чуть. Вот, например, мы за 1-3 мешка делаем, да? Они делают 5 килограмм, 10 килограмм. Не, ну, в Узбекистане, в Узбекистане, да все равно же большие семьи. А, гости придут, родственники. Я знаю, что я хочу в Узбекистан поехать. Посмотреть Самарканд, Хиву и сходить на узбекскую свадьбу. Да, да, да. Кстати, тут с моим другом Асалахидидом готовили плов. Это очень вкусно. Слушай, я готов уже. Я тоже смотрел это. Видел? Да, да. А ты на канал мой подписан? Да, да, обязательно. Спасибо тебе большое. Комментарии пиши. Можешь на узбекском писать? Хорошо. У меня есть кому перевести. Переведут сильно делать не буду. Понял, хорошо. Вот аккуратно беру. Один раз, вот раз. Давай, да? Вот так вот. Три, по центру. Четыре, пять. И шесть. Вот, видите, уже знаю, как давить. Слушай, что сейчас будем делать? С молочком смазываем сверху. Это молоко? Да. Сухое молоко. А, сухое молоко просто развел? Да. Так, смазываешь и... Дай. И потом посыпаем, наверное, кунжутом. Да. А зачем молоком сверху смазывать? Чтобы они румяные были. Нет, оно свет дает. Цвет? Да. А, у нас знаешь, как делают тесто? Яйцо берут яйцом. Яйцо взбивают и яйцом тоже делают. Ну, оно, это яйцо, это вот на тоннере стоят будет один день. Потом на следующий день запах будет яйцом. А, логично. Посыпаю кунжутом? Да. Как ты посыпаешь? Покажи мне. Чтобы я не испортил. Все, я понял, сколько ты сыпешь. Хорошо, теперь я. Центр не посыпаем, да? Да, да. Центр не делаем, потому что он в центре от него убежит. А, смотри. С края будет красивее получает. Ты это, когда молоко мажешь, то получается, что и кунжут прилипает. Да, да. А если бы он так бы, ну, он бы все равно прилип, но не так сильно. То есть, вот это молоко сухое дает и цвет, и держит кунжут. Пока Али не видит, я побольше насыплю. Али, пришло время стряпать наши лепешки. Дорогие друзья, здесь у нас на Ямале, благодаря вот таким людям с Узбекистана, есть настоящий узбекский тандыр. И мы вам сейчас его покажем. Смотрите. Ты мне вообще ничего не даешь делать? По словам, поможете достаточно. То есть, я помогаю тебе общаться, мы с тобой общаемся, да? А ты мне показываешь. Хорошо. Друзья, открыли тандыр, он электрический. Была бы возможность, мы бы туда дрова закидали, но он у нас электрический, и мы будем уже стряпать лепешки. Что это такое? Это газное название. Как переводится? Перевод, не знаю. Просто газное? Да. Чтобы лепешки приклеивать к тандыру? Да. Хорошо, показывай. Я давно мечтал об этом, чтобы увидеть. Ага, вот этой стороной. И? Приклеил. По какому принципу клеишь? Под кругу вначале, сверху? Да, по кругу, это значит, вот, сверху один ряд, потом второй ряд. Если можешь, то давай. Давай, я сделаю. Так, нет, давайте еще раз покажи мне. Я боюсь, что оно просто упадет туда. А были случаи, что падает? Были. Бывает. Ой, там жарко. Ага. Ну, давай, теперь я приклею. Все. Да? Вот так. Оно сильно. Сильно, да? Да. Давай не сильно сделаю. Так, чуть-чуть, да, прижать ее надо? Хорошо. Понял? Ты видел? Видел. Али, ты видел, как я это сделал? Видел. Мастерски. Посмотрим. А как отходить будет, да, посмотрим? Елки-палки, все. Еду в Узбукистан. Вторая пошла. Да? Да. Али, 15-20 минут, да? Примерно так, да. 15-20 минут. Будем посмотреть. А закрывать будем? Нет, не закрывать. То есть, постоянно должно тепло выходить? Ребята, это очень тяжело, на самом деле, поверьте мне, даже лепешку приклеить в там дыр, это целое искусство. У вас первый раз классный получился. Ну, первый раз был плохой, на самом деле. Нет, нормальный за первый раз. Ну, за одна лепешку у меня не было мало. Да, да. Ждем 15-20 минут, потом посмотрим, будем снимать и пробовать. Что это такое, скажи, пожалуйста, как называется? Это по-узбекски ялак. Ялак. Снимать будем лепешки. Давай показывай. Да, готовлю. Первая моя, первая в жизни твоя лепешка. Ух ты! Вот. А это как называется? Это бельча. Я видел, как ты делал, не переживай. Следующий. Давай. Бельча берем с одной стороны, ты мне снизу помогаешь. Все, понял, отходим. Берем я лак, бельча и подставляем аккуратненько. Снизу снизу не дергивается. По-аккуратнее, брак не сделай, я это лепешка из дома. Вот, получай. Нет. Давай, я сделаю бельчами теперь. Давай. А, ты вот так хорошо. Давай, помогай мне. Вот, все. Потом берем и выкладывай. Целый тихон. Ой, они горячие. Раз, раз. Правильно делаешь? Правильно. Жарко, и надо иметь с ног, потому что я буду, что оно упадет. Такой получается. Друзья, вот и готовы наши лепешки. Али, тебе большое спасибо. Зур, Ахматка, говорят у нас. Это неоценимый опыт, который я приобрел у тебя сегодня. Кстати, эти лепешки вы можете купить в городе Салихард по улице Ямальской 10А, в магазин фрукты, овощи. Именно там всегда свежие. Али, у тебя есть уникальная возможность в данный момент передать привет в Узбекистан, потому что наш канал, мне нравится, Ямал смотрит и в Узбекистане. Правильно. Я хочу это привет передать, и можно по Узбекистану? Да, можешь. Я не понял половину, но уловил. Ну, чуть-чуть уловил. Благодарил себе это своим маму и привет передал своим это. Ростникам? Да, родственникам. Теперь могу лепешку попробовать? Давай, угощай меня. Я просто мою веки. Подожди, смотри, как это... Она еще и все горячая. Слушай, это правда вкусно. Друзья, подписывайтесь на канал, мне нравится Ямал. Оставляйте свои лайки и комментарии. Ни в коем случае не удаляйтесь. Сейчас здесь появится видео. Смотрите, всего доброго. И пеките вместе с нами лепешки по-узбекски. И приезжайте на Узбекистан на гости. Обязательно приеду. Это правда вкусно. Есть пеките с Узбекистан? Да.